Всем привет! Смотрите как восстановить данные с RAID массива при поломке контроллера Fujitsu D3116. Что делать если RAID массив собран из SAS дисков, как их подключить к обычному ПК и восстановить данные из SAS диска. SAS это технология которая обеспечивает высокую производительность и надежность в хранении данных. Помимо данной технологии на серверах зачастую используется технология построения RAID, что в свою очередь обеспечивает еще большую надежность хранения данных. Однако как и с любым оборудованием не исключены ситуации когда RAID контроллер может выйти из строя и вы теряете доступ к важным данным. Сегодня мы рассмотрим несколько методов которые помогут вам восстановить данные с RAID массива при поломке контроллера Fujitsu D3116. Мы расскажем о переносе дисков на другой контроллер, а также использовании специализированного программного обеспечения для восстановления данных с RAID. Эти методы могут помочь вам восстановить доступ к вашим данным и минимизировать потери. Прежде всего важно понимать, что восстановление данных с RAID массива это сложный процесс, который требует определенных знаний и навыков. Перед началом восстановления данных рекомендуется ознакомиться с документацией и руководствами, предоставленными производителям контроллера Fujitsu. Если для вас это покажется сложной задачей, лучше обратитесь за помощью к профессионалам, так как любые необдуманные действия могут еще более усложнить восстановление данных. Для общего понимания принципа работы технологии RAID давайте рассмотрим как его создать на данном типе устройства. Чтобы создать RAID на контроллера Fujitsu нужно попасть его в BIOS. Для этого во время загрузки машины нужно нажать сочетание клавиш Ctrl плюс H. Если у вас несколько контроллеров выберите нужные списка и нажмите старт для продолжения. Далее откройте раздел мастера конфигурации. В окне мастера выберите опцию новая конфигурация и кликните по кнопке Next. В результате вы увидите уведомление о том, что будет очищена предыдущая конфигурация. После этого вернуть ее не удастся и все данные будут утеряны. Для продолжения нажмите Yes. Далее выберите тип построения ручной или автоматический. Next. Отметьте диски из которых будет состоять будущий массив и кликните по кнопке Добавить. В результате они будут добавлены в виртуальную группу. Для подтверждения нажмите Подтвердить и Next. Затем добавляем группу в спан. Next. На следующем шаге нужно указать уровень RAID. Размер блока. Настроить политики чтения и записи. Кэш и т.д. Указав все параметры нажмите Update Size и Подтвердить. А затем Next. Подтвердить. И есть для сохранения конфигурации. Еще раз Yes для начала инициализации дисков. В результате будет выполнена быстрая инициализация. Если нужно полностью затереть диски, выберите в списке «Медленную инициализацию» и нажмите Go. RAID массив создан. Осталось лишь перезагрузить компьютер. Далее вы сможете разметить диск в системе и залить на него данные. В том случае, если вы потеряли доступ к дисковому массиву, в результате поломки контроллера есть несколько способов достать данные с дисков. Первый метод восстановления данных при поломке контроллера – это перенос дисков на другой рабочий контроллер. Для этого способа вам понадобится точно такой же контроллер или любой совместимый. Если вы не уверены в том, что сможете это сделать сами, прежде проконсультируйтесь у профессионалов. Убедитесь, что эта операция безопасна и не повредит ваши данные, так как неправильные действия могут окончательно затереть оставшуюся на них информацию. Детальнее о том, как перенести диски на новый контроллер, смотрите в другом нашем видео. Ссылку я оставлю в описании. Ну и второй способ вернуть данные с помощью специализированного программного обеспечения для восстановления данных с RAID. Существуют различные программы, которые могут помочь вам восстановить данные с поврежденного RAID массива. Одним из примеров такого программного обеспечения является Hetman RAID Recovery. Программа поддерживает все популярные типы RAID, большинство файловых систем и различные типы построения массивов, множество моделей RAID-контроллеров. Для восстановления данных вам потребуется подключить диски к материнской плате компьютера с операционной системой Windows, так как на данный момент программа совместима только с данной операционной системой, но с ее помощью вы сможете восстановить данные с файловых систем других операционных систем. Если при построении RAID вы использовали SAS-диски, как в моем случае, напрямую подключить их к обычной материнской плате ПК у вас не получится. Для подключения вам понадобится контроллер, который поддерживает подключение накопителей напрямую, без использования RAID. К примеру, можно использовать HBA-контроллер. Для этого вам нужно отключить диски от нерабочего контроллера, подключить HBA-контроллер к материнской плате ПК с операционной системой Windows и подсоединить диски уже к HBA-контроллеру. Если вы заметили, что в программе отображаются не все накопители, откройте управление дисками и посмотрите, видит ли их система. Если отображается лишь часть накопителей, придется подключать их по одному, снимать образы и производить восстановление с образов. Для этого откройте программу HEDMAN RAID Recovery, затем меню, сервис, сохранить диск, или нажмите правой кнопкой мыши по накопителю, сохранить диск. Обязательно проверьте, чтобы отметка стояла напротив полного сохранения образа. Далее, затем выберите, куда сохранить файл образа, жесткий диск и укажите путь. Здесь вы можете указать и сетевую папку. А затем нажмите сохранить. Важный момент, перед началом процесса снятия образа диска, вы должны проверить, хватит ли места для его сохранения. После снятия образа всех дисков в программе, откройте меню сервис, монтировать диск. Здесь оставляем отметку напротив RAW образы. Далее, отметьте все накопители и кликните по кнопке открыть. После, все диски будут загружены в программу. Hetman Raid Recovery, как и с физическими дисками, соберет из образа в рейд в автоматическом режиме. Выделив его внизу, вы видите подробную информацию о массиве. Проверьте, правильно ли удалось программе его собрать. Если все верно, кликните по разделу правой кнопкой мыши и выберите открыть. Далее, выберите тип анализа. Быстрое сканирование или полный анализ. В большинстве несложных ситуаций достаточно боя быстрого сканирования. Это займет меньше времени. В моем случае программа без труда справилась с данной задачей. Как видите, из образов SAS дисков, она в автоматическом режиме собрала RAID. А также нашла все файлы, которые хранились на дисковом массиве. Также здесь отображаются и удаленные файлы. Они здесь отмечены красным крестиком. Выделите все, что нужно вернуть и кликните по кнопке восстановить. Далее, укажите куда сохранить данные. Диск, папку. И нажмите еще раз восстановить. По завершении, все файлы будут лежать в указанном каталоге. Если программе не удалось найти файлов с помощью быстрого сканирования, выполните полный анализ. Для этого вернитесь в главное меню программы и кликните по разделу правой кнопкой мыши. Выберите проанализировать заново. Полный анализ. Укажите файловую систему. Отметку поиска по содержимому для начала можно снять. Это ускорит процесс поиска. Если в таком случае нет нужных файлов, запустите повторный анализ с активацией функции поиска по содержимому. В некоторых ситуациях программа может не собрать RAID в автоматическом режиме. Это может быть в результате затирания служебной информации на дисках. В результате программа не может определить параметров разрушенного RAID. Для таких случаев в программе реализирована функция ручного построения с помощью RAID-конструктора. Если вам известны параметры вашего RAID, откройте RAID-конструктор и попробуйте собрать массив вручную. Запустите конструктор. Здесь выберите опцию создание вручную. Далее, укажите тип массива, порядок блоков и их размер. Добавьте диски, из которых он состоял. Недостающие заполните пустыми, кликнув по плюсу. Также, возможно, придется указать смещение, по которому находится начало диска. Еще, нужно указать порядок накопителей. Указав все известные параметры, здесь вы увидите ваш RAID. Если параметры указаны верно, развернув его, здесь появятся папки. Заполнив параметры, кликните по кнопке добавить. После чего, он сразу же появится в диспетчере дисков. Далее, запустите анализ и выполните поиск файлов. И восстановите нужные. Итак, мы рассмотрели несколько способов вернуть данные при поломке контроллера. И какие инструменты понадобятся в том или ином случае. Восстановление данных с RAID массива при поломке контроллера Fujitsu D3116 может быть сложной задачей. Но следуя данной инструкции, вы сможете вернуть ваши файлы. Не забывайте о важности регулярного резервного копирования данных. Хранение резервных копий на отдельных носителях или в облаке поможет вам избежать потери данных в случае поломки RAID контроллера или других несчастных случаев. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратитесь за помощью к профессионалам. Надеемся, что наши советы и рекомендации окажутся полезными в восстановлении данных с RAID массива при поломке контроллера. Если у вас возникли вопросы или у вас есть свои методы восстановления данных, пожалуйста, поделитесь ими в комментариях ниже. А на этом все. Не забудьте поставить лайк данному видео и подписаться на наш канал. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok